Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию нашего шестого сезона с модом Пиксельмон. И сегодня мы продолжим ловить, искать и также прокачивать наших покемонов для того, чтобы наконец-то сразиться с Мистигим Лидершей. Да, ребята, но перед этим, как обычно, давайте посмотрим, какое же развлечение нас ждет в этой серии. Ну что, ребята, а сейчас время продолжать наше путешествие в мире покемонов. Но давайте, ребята, сейчас немного поговорим о предстоящем, да, то, что нас ждет в ближайшие дни. В том смысле, то что завтра же у нас суббота. А как вы знаете, в предыдущую субботу и воскресенье у нас выходили часовые серии. И это только ваша заслуга, потому что вы доказали то, что вы действительно хотите часовую серию. И если вы ее действительно хотите, значит я ее для вас выпустил. Да, ребята, но если вы хотите часовую серию Пиксельмона завтра, в субботу, утром, в выходной день, то, ребята, зависит только от вас. В чем суть? Если мы на этой серии за сегодняшний день, за целую пятницу наберем 1200 лайков, то я вам даю свое слово, ребята. Я вам даю свое слово. Потому что завтра, в субботу, выйдет новая серия Пиксельмона. То есть две серии Пиксельмона подряд. Сегодня в пятницу и завтра в субботу. Каждый день. И мало того, что она выйдет, она будет длиться целый, мать его, час. Час Покемонов, где мы уже наконец-то сразимся с Мистей. Потому что в этой серии у нас вряд ли это еще получится. Но в следующей серии, если она еще будет тем более часовая, ух, как мы ее задрючим прям по полной программе. Поэтому, ребята, это также зависит от вас. Я, в принципе, даже бросаю вам вызов. Кто кого, а вы меня наберем лайки, а серия не выйдет, значит вы меня победили. А если серия выйдет, значит, ребята, я вас вздрюкал по полной программе. Поэтому давайте посмотрим, кто кого, кто кого. Но, в принципе, ребята, также не забываем подписаться на мой канал. Ведь я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Каждый подписчик для меня как друг. Поэтому, если хочешь стать моим другом, пообщаться, задать какие-то вопросы в комментариях. Все, что тебе нужно, это просто потратить секунду твоего времени нажать кнопочку и подписаться на мой канал. В первую очередь, ты сделаешь меня очень счастливым, потому что каждый подписчик для меня важен. А также стать моим другом и, в принципе, в любое время даже сможешь со мной общаться. Это действительно будет для меня какой-то подарок. Поэтому, ребята, подписываемся. Это будет действительно очень круто. Также не забываем оставить свои комментарии, ведь, как я уже только что сказал, я общаюсь с этими подписчиками. Если у тебя есть какой-то вопрос, пожалуйста, задавай его в комментариях. Я его прочитаю, также на него отвечу. Да, ребята, а сейчас мы, в принципе, полностью будем погружаться в Pixel Moon. Потому что нам нужно еще прокачать как минимум 15 уровней нашему Сэптайлу для того, чтобы начать использовать конфетки. Да, ребята, потому что как только мы их начнем использовать, он станет сотым уровнем. Это что будет означать? Конечно, ребята, это... Не убей, пожалуйста, не убей. Конечно же, это будет означать то, что мы уже наконец-то сможем сразиться с Мисти. Да, ребята, мы уже наконец-то сможем с нею сразиться. Поэтому нужно его прокачивать как можно быстрее. Да не убивайте нас, пожалуйста. Убил? Нет, не убил. Ну, в смысле, мы его убили, а не у нас. Да, поэтому давайте мы тут, в принципе, больше не будем задерживаться. Как раз сейчас будет ночь. А ночью нам нужно топать в зимний биом. Там самый лучший кач ночью. В принципе, как я знаю, да. Шейдеры уже можно выключить. Потому что нас ждет долгая ночка полного кача, полного опыта. И полного количества покемонов. Потому что сколько еще осталось? Еще осталось как минимум 15 уровней. Да, ребята. Как думаете? Вот как вы думаете, сможем ли мы победить... Победить Мисти? Я не знаю, честно. У нее, в принципе, офигеть, какие покемоны. Они не сотого уровня. Они там 120-го, 130-го. Нужно будет, ну, все-таки немного попариться. Для того, чтобы ее задрюкать. Но все же, ребята, мы, конечно же, постараемся. Не раз, значит, два раза. Не два, значит, три раза. И будем ее пытаться победить до тех пор, пока у нас это не получится. Да. А также, знаете что, ребята? Может, мы даже в этой серии еще назовем... Назовем Эфроса в честь кого-то. Да ведь вы голосовали за нашу новую девушку. Ну, в смысле, за мою девушку. Не вашу. За мою, а точнее, любовницу. Только, ребята, Саша, не говорите. Она нас ждет в компьютере. Кто не знает. Женекс у нас уже Саша Спилберг. Моя официальная тюга. А это будет у нас любовница. Да, ребята? Действительно, любовница. Поэтому... Ни слова Саши, ребята. Если кто-то меня предаст, я не знаю, что я вам сделаю. Честное слово. Если кто-то меня жестоко предаст... Полную жопу покеболов. Честное слово. Вы поняли, да? То есть, прям склад покеболов у вас там будет. Я вам обещаю, кто меня предаст. Поэтому, ребята... Чшш. Ни слова вообще никому. Так. Дивгонги. Ган... 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 Нет, лучше я промолчу. А то опять что-то не то ляпну. У-у-у-у. Какие пирожочки. Нас тут ожидают бабушкины пирожочки. Пирожочки. Нет. Нет. Там бы столько опыта было. Там бы было столько опыта. А мы его не... Твою мать. А мы его не получим. Ну ладно. Зато мы тебя просто так накажем. Мы тебя просто так накажем. Да. Давай. Давай. Ну зато... Зато прокачаем хотя бы... Дили... Дибилирно. Так. Чё? Чё? Можно выкинуть. Это можно выкинуть. Это можно выкинуть. Это можно вылечить. И потопали, ребята. 14 уровней. 13 уровней. С лакеджем, ребята. Это вообще фантастика просто. Вы сами заметили то, что... Сколько он опыта даёт. Мы сможем себе... Ребята. Вы только... Вы видели эту фигню? С 27 уровня на 28 мы сможем прокачаться, убив 3-4 дивгонга. Вы прям чудо-юдо. Честное слово. Было бы вас ещё побольше. Это было бы вообще сказка какая-то. Ночная сказка. Если бы у вас гавгонгов было бы побольше. Это было бы реально круто. Я не знаю. Пылесосы, в принципе, тоже нормальные. Но с них опыта, к сожалению, столько много не даёт, как с тех же гавгонгов. Поэтому нужно их искать. Рыбоньки мои, вы где попрятались? Мы вас не будем обижать. Мы вас приласкаем. Чаечёчком напоим. Уложим в кроватку. И потом... И потом приплющим нафиг по полной программе. Потому что 3000 опыта на дороге не валяются. Да. С того же пылесоса нам дало только... 47 уровень пылесос. 2,5... 2,600. 2,600. А с гавгонга даёт по 4000. Практически. Да. 49 уровень сколько нам даст? 3000 с чем? Нет. 2800. Ну, нормально. Нормально. Стоять. Стоять. Стоять на месте. Руки вверх. Так. Ещё два пылесосика. Ещё два. Ещё два. Круто. И какой там уровень я уже проморгал? 28. Два. Я сказал 20. Какой 20 нафиг? О чём я вообще думаю? Вот Эдисон. Не 28. А 50. 50. Девятый. Ммм. Мы ему уже не фиговенько. Мы ему уже 4 уровня качнули. В принципе, у нас есть 23 конфетки. Если мы сейчас с этого момента начнём его прокачивать, то нам нужно прокачать его как минимум к 77 уровню и только с того момента начинать поить его, кормить его конфетками. А в принципе, если мы себе ещё хотя бы как минимум 7 конфет сделаем. О, Дивгоши. Если мы минимум ещё хотя бы себе 7 конфет сделаем, то нам нужно будет его как обычно прокачать к 70 уровню и после этого просто-напросто, просто-напросто нарушить его диету и прям скормить нафиг целую пачку конфет. Он, конечно, поправится, но ничего страшного, ты нам нужен. Нужно, чтобы ты был немного таким толстеньким, потому что всё-таки, всё-таки уместить. Офигеть, как много урона, как я знаю. Там вроде ещё и свамперт есть. В принципе, септайл. Если ты будешь вообще офигенным чуваком, то ты этого свамперта можешь прям заторабанить. О, это босс? Заторабанить по полной программе. Какой босс? Это блок земли, и спереди него находится трава. А мне показалось, что это синий свайнуб-босс. Я обкурился, походу. Не знаю, чего. Воздуха, но всё же. Как блок земли и травы можно перепутать с синим боссом с свайнубом? Охренеть. О чём я вообще думал? Я не знаю. Так, нападай, давай. Он уже 60 уровень. Ух ты, прям чудо. Так. Силы. Мы только на них будем время тратить. А нам нужно... Бонги, пожалуйста, заспамьтесь. Пожалуйста. У нас есть вот эта ночь. В принципе, я в следующей серии, как я уже сказал, ребята. Если всё-таки она завтра выйдет, зависит только от вас. Если мы набрём 1200 лайков, то завтра будет часовая серия, где мы всё-таки попытаемся хотя бы убить миссию. Победить её. Да. Но это зависит от вас, ребята. Если всё же серия выйдет, то нам нужно подготовиться как следует. А хотя бы прокачать. Прокачать. Хотя бы прокачать вот этого Сиптайла. Ещё ему 10 уровней. Если мы справимся с этим в этой серии. Я говорю, что... О! Идите вы в пень. Идите вы в пень. Дрюкайте друг друга сколько вам угодно днём и ночью. Нам без разницы. И зачем нам вообще пылесосы, если тут есть гавгонги? И с них ещё намного... И намного больше опыта даёт. Хотя 1700... 3000. Лакет всё-таки есть. Я думал, он куда-то пропал. Но нормально. Пускай. 60 уровень. Плесосина. Плесосина. Был... Да. Ты что-то вообще мелким уровнем заспавился. Но хотя уровень нам вкачал. Вкачал. Поэтому нормально. Молодец. Молодец. А то я уже ругаться хотел. Но всё. Всё же в последнюю секунду ты исправил себя. Ещё гавгонг. Вот ты гавгонг настоящий. Ух, у нас кончились. Кончились удары. Это не очень хорошо. Удары это не очень хорошо, когда кончаются. Прям мистер Йода какой-то. Или там как его называют. Так. Иди сюда. Иди сюда. Ребята. Почти, почти, почти напрягайте свои ягодицы. Скоро мы всё-таки пойдём и опять встретимся с Мисти. И на этот раз уже я хотя бы надеюсь, это будет последняя наша встреча. Потому что, потому что, потому что, потому что она меня уже запарила. Да, ребята. Нужно, нужно уже двигаться дальше, искать какого-то другого геймлидера. Я бы, если честно, хотел найти Брока. Мне кажется, Брок, в принципе, уже, уже день прошёл. Уже ночь прошла. Ни хрена себе. Так, я бы хотел найти Брока. Если, в принципе, по легенде, мне кажется, Брок должен быть где-то в горах. Потому что Брок это каменный геймлидер. Да, поэтому, по сути, он должен где-то в горах находиться. О, ни хрена себе. Он тут столько дропает вот этого всего и это пропускает. Поэтому, в принципе, ребятам нужно будет потом попробовать. Но, чтобы двигаться дальше и сражаться с следующим геймлидером, нужно хотя бы вот этого победить. Да. Это, зараза, не такая уж и... Не такая уж простенькая. В принципе, первый даже геймлидер не был каким-то, ну, нереально простым, да. А вот этот, это вообще, ребята. Этот, это вообще. 48 уровень. Пожалуйста. Пожалуйста. Наш Септайлик 62 уровень с половиной. Ну, дайте нам, пожалуйста, как можно больше опыта. Нам его очень сильно нужно вкачать. Вы себе не представляете, как. Еще семь с половиной уровня. Ну, почти семь и чуть-чуть. Семь и чуть-чуть уровня, да. Новое понятие, семь и чуть-чуть. Так, давай сюда. И давай, давай, уровень, уровень. Да. Уровень. А сейчас, в принципе, мы можем на тот же остров пойти, я сказал. Эм, может, тут будут какие-то большущие покемончики? Да. Розожопые слоу-броши, которые дрючат друг другу днями, друг дружку днями и ночами. Потому что, ну, как... Когда я их не встречу, они всегда дерутся. Я не знаю, что они не поделили вообще. Не знаю. Честно, ребят. Хотел бы узнать, но не знаю. Не-не-не-зна-ю. Яички. Как мы вас давно не видели с предыдущего сезона. Я не знаю, стоит ли им вообще их ловить. Яички. Мы по вам скучали, если честно. Я не знаю, в принципе, экзегьютор. Иди в пень. Нормальный такой покемоша. Ну, если мы сейчас его не слоим, потом, в принципе, потом, в принципе, попытаемся. Ну, не словился, так не словился. Значит, так хотел ловиться. Ты не представляешь. Да, я понимаю, вы любите там долгие прелюдии. Но у нас, в принципе, времени нет, чтобы с вами тянуть. Мы пришли, пум-пум, и все, убежали. Никаких прелюдий. Сразу к делу. Да, ребята? Мы такие, мы серьезные люди, серьезная организация. А вы думаете, что мы пришли развлекаться? Нет, дружочки. В следующий раз мы, может, с вами там потусуемся. Но не сейчас, когда время тикает. А Мисти ждет нас на свидании. Поэтому, ребята, нужно как можно быстрее торопиться. К сожалению, мы не купим ни цветочков. А хотя почему? Может, мы прикупим там цветочки, бутылочку шампанского. И может, уже никакой битвы не будет. Это весь остров, как я понял. Все. Конец. Ух, ребята. Я не знаю, где нам вообще ночью. Ну, ночью круто в снежном биоме, как мы только что это делали. О, Бол, Бол. Не кричите. Я его заметил. А то уже многие пошли там писать. Слепошарый, как ты, Бол. Да. Это был не Бол, это был не покелут. Это была рука Кингера. Вот это была рука Кингера. Ах. У меня сегодня прям какие-то, я не знаю, блок земли, мне кажется, то, что это, я не знаю, то, что это босс. А то сейчас вот это, щупальца Навик или как она там, Кингера, показалось мне то, что это покелу. Да, может я не выспался. Это что еще нафиг за моллюск там? Вот я второй раз его вижу, он только что тут прокатился возле нас. Сейчас он еще раз там бегает. Что это вообще за существо нафиг, лохнесское чудовище там? Я понимаю, ты очень крутой 17 уровень, но иди ты в пень. Ты прям, опа, лохнесское чудовище. Ты где? Ты где? Ты где? Ты где? Я только что тебя видел. Я, ребята, мы видели его. Мы его видели, ты уже больше нас не скроешься. Я потом в следующий раз скрин сделаю. Да. Я не знаю, что это. Это может Тремор Эйд или может еще нафиг какая-то неизведомая. Это случайно... Нет. А где мы качаемся? Вот 270 метров, это там другой остров. Этот остров мне почему-то напоминает тот, который у нас уже есть в Вейпоинтах. Это поливак, паскуда. Мы тебя запомнили. И это зараза, которая убила, убила Глэйгера. И в предыдущей серии тоже Глэйгер Глэйгера убил. И потом я его случайно убил. Твою мать. Но все же, ребята, мы попытаемся его еще словить. Мы попытаемся, попытаемся мы его очень сильно словить. Попытаемся прям сильно. Опа. А, так я прибыл вместо назначения. Вместо назначения? Нет. Как там тот фильм назывался? Ребята, как там тот фильм назывался? Пункт назначения. Да, вроде пункт назначения, где вот там люди увидели свою... Или мест нет. Где они увидели, короче, свою смерть. Как они умерли. Но это было видение. И потом, на самом деле, это все произошло. Но они уже знали, как убежать от этого. Потому что, в принципе, они уже видели, да, и знали, как им нужно поступать. И потом, в принципе, их и так, и так смерть находила. И по одному убивала. И я не помню. Вроде пункт назначения или место. Хрен его знает. Я так давно этот фильм смотрел, что прям с ума можно сойти. Честное слово. Поэтому я не помню. Ну что-то там назначение. Ребята, кому не лень, напишите, кто знает. Или кому не лень, кто не знает. В гугл сойдите по шурику. И прогуглите. Потому что я не помню. Ну, ты крутой. Там вроде, я не знаю. Частей так 4 или 5 есть. Принхи посмотреть можно. Поэтому, кто не видел, ребят. Такой, ну, не скажу, что это ужастик такая. Прям, ну, килл, килл, киллстрик. Короче, знаете, монтаж. Есть монтаж CSGO, где он убивает пятерых. Там, эйс делает. Это тоже монтаж. Только эйс делает смерть. И она просто охотится за людьми. Пиш! Убила. Дабл килл, трипл килл, квадрокилл, пентакилл, потом рэмпэйджи. Монтажик заканчивается. И фильм тоже заканчивается. Поэтому, ребята, советую вам посмотреть вот этот монтаж. Сама смерть его сделала, да. Ух, какой тут у нас сейчас криншотик получится. Кадр года нафиг. Иди сюда. Иди сюда. Тридцать девятый. Во! Я сейчас вот эту хрень отключу. Вот так. Вот так. О! О! Какой кадрик получился. А тут будет еще что-то крутое. Зато я еще поливага задрючу. Я тебе не забыл. Я сказал, это наш враг номер один. Я его буду дрюкать до самого конца сезона. Что за звуки нахрен. Или может даже... Или может даже в следующем сезоне. Если он, конечно, будет. Если вы его, в принципе, захотите. Ну, короче. О следующем сезоне нам еще рано говорить. Еще этот даже... Я не знаю, подошел ли он к середине или нет. Хрен его знает, честно. Что нам можно тут словить, кого найти и на ком прокачаться. Я не знаю. Нам, в принципе, сейчас еще нужно будет за Глэйгером быстренько пошуровать. Да. И семь... И, в принципе, сделать семь конфет. Ну, или сделать еще на семь конфет больше. Для того, чтобы просто-напросто не качать его. Сразу в следующей серии пойти в самом начале и сразиться с миссией. Даже попытаться найти еще один гимн, если у нас это, конечно, получится. В принципе, мы можем сейчас быстренько домой отправиться. И посмотреть, есть ли у нас нужные ресурсы. Что нам нужно. Так. Сейчас. Стоять. 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 Перед тем, как мы что-то сделаем, давайте продадим сначала вот это все. Грустон, в принципе, не нужно бы нам продавать. Вот так. Ну и хавчика-то у нас... Давайте рыбку оставим. Я понимаю, что это стак монет, но... Но все же, ребята. Рыбка нам пригодится. Я не знаю, если у нас там, в принципе, много хавчика есть. Хотя, я не знаю, что... Я не помню. Вот хоть убейте, не помню. Вот так. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что нам выловили наши рыбацкие сети. Как я вижу... Да уйди ты нафиг. Как я вижу, ничего толкового. Да? Ну ладно, пускай дальше ловит. Пускай ловит дальше. Хавчик. Хавчик, хавчик, хавчик. Давайте пойдем посмотрим, есть ли у нас что-то в сундуке. Если у нас там дофига жрачки. Вот это заберем. Но я не скажу, что много. Не скажу, ребята, то, что много. Не скажу. Ладно. Что мы можем сделать? Что нам нужно сделать? Давайте сначала выложим вот это все. То, что у нас есть лишнее. Вот это, вот это. Я понимаю, что это пока что не выкладывается, потому что там места нет. Если нет, то значит сюда выложим. Вот это, вот это. Ай, твою мать, нос зачесался. Вот это и вот это. Вроде все. Вот-вот снег этот нафиг можно выкинуть. И грибочек можно выкинуть. Мы грибы, ребята, не употребляем. Не яблочки. Нам нужны яблочки, нам нужно золото. Ох, как мне лень это все сейчас делать. Но нужно. Да, ребята, нужно перебороть свою лень. И пойти это все сделать. Ладно. 1, 2. 1, 2. Вот вы потратили нафиг все наши сбережения. Сколько у нас еще осталось? Еще 11 монет. Еще одну монетку и мы сможем себе мастербол купить. А мастербол всегда нужно при себе иметь. А то фиг знаешь в какой момент может легенда заспамиться. Так, это сюда, это сюда. Это сюда, это сюда, это сюда. Ровно 16. Пи-ш! Пи-ш! Что там еще нужно? От glowstone я забыл. И 15 glowstone. Почему он не 16? Вот нужно мне было нафиг продавать этот glowstone конченый. Ох, именно 15. Не на 2 меньше, не на 3 меньше, а именно на 1. Вот законы вот эти нафиг. И только не горит. У нас... Нам реально сейчас нужно будет за 1 glowstone в ад идти. Ты что нафиг? Вообще берега попутал. Нам за 1 glowstone сейчас нужно в ад идти. Да иди ты нахрен мне проще 20 минут потратить, чтобы найти 1 пикачу и выбить с него 1 glowstone, чем потратить минуту и пойти в ад и добыть себе 60 glowstone. Логично, но мне реально леники прям. Мне так лень сейчас идти, что это с ума можно идти. Глэйгар. Я его должен словить. Хотя бы увидеть глазочком. И отпустить. Простить и отпустить. Или как там сериал называется. Не знаю, я не смотрел. Не смотрел, но название почему-то знаю. Глэйгар. Паскуда. Ты неблагодарная. И вообще непонятная. Суицидная. Убивает себе каждую серию перед нами. То есть перед нашими глазами. Прям сам себя убивает. Еще и словить не дает, чтобы мы его спасли. 45 уровень. Септайл. Септайл, давай в бой. Выходи. Выходи гулять. Выходи. Давай еще раз. И еще раз. Не-не-не-не-не-не-не. Хил запрещен. Хил запрещен. Я сразу. Хил запрещен, паскуда. Я сразу в начале боя сказал. Хил. Хил запрещен. Она его юзает. Офигеть. Наглая рожа. Наглая рожа. В принципе, ребята, сколько там серии идет? Серия 25 минут идет. Серия уже, пока мы закончим Она как раз будет Час идти Час, нахрен, я не ошибся Час Ну, вы сами знаете Я вам уже сказал в этой серии два раза, ребята То, что завтра у нас Выходные А для меня выходные, это как мать его Праздник Вы себе не представляете Я пятницу вечера жду Больше, чем свой день рождения Чем дальше, тем больше В детстве каждый ждет Своего день рождения Но чем ты старше, тем меньше ты его ждешь Потому что ты становишься Все старее и старее, можно сказать Поэтому ты все меньше и меньше Ждешь свой день рождения Вот честное слово, ребята Вот сейчас я, наверное, если бы мне предложили Что бы ты выбрал Что бы завтра было День рождения Или выходной день Я бы выбрал выходной день Честно, ребята Это охренеть просто Я так жду выходные Что-то с ума можно сойти Поэтому вы знаете, что делать, ребята Как я вам уже сказал Завтра возможно то, что выйдет Часовая серия Где мы уже наконец-то докачаем Септайла Где мы уже наконец-то Сразимся с Мисти Ну или проведем с ней Офигенный вечерочек Потому что не знаем Будет ли у нас с ней В свидании Или все-таки битва Да, ребята Посмотрим Посмотрим Поэтому будет завтра Серия зависит только от вас Если мы на этой серии До вечера наберем 1200 лайков То завтра выйдет Часовая серия Пиксельмона Две серии Пиксельмона подряд Каждый день И так же, как обычно, ребята Это вызов Кто кого А? А? Кто кого? Мы лайки наберем И серия не выйдет То есть вы меня Или все-таки серия выйдет И я вас всех накажу Давайте посмотрим Да, ребята Так же не забываем Подписываться на мой канал Ведь я рад каждому Новому подписчику Который вступит В нашу большую дружную семью Как я уже в принципе Много раз это говорил Если хочешь стать моим другом Спрашивать у меня Какие-то вопросы И просто-напросто Общаться со мной Сколько тебе угодно Просто подпишись на канал Я действительно буду Очень сильно этому рад И как я уже Только что сказал Вы можете задавать Свои вопросы в комментарии Потому что я читаю Ваши комментарии И так же на них отвечаю То есть общаюсь с вами Да, ребята К сожалению На этом серии уже подходит к концу И я говорю всем Сизо просмотра Особенно тем Кто досмотрел эту серию До конца То есть до этого момента Если вы досмотрели Эту серию до конца То напишите Мисти Мисти Писти Я не знаю Напишите Если все-таки Вы досмотрели Эту серию до конца Мне кажется Не каждый досматривает Эту серию Ну в смысле Вообще серии До самой последней секунды Ребята Вот небольшое Кодовое слово Прием Прием Если вы досмотрели До этого момента Напишите Мисти Писти Секси Не дождется Если ты Суицидник Опять тебя Убьешь Я не знаю Что я с тобой сделаю Честно Или ты Если не словишься Или ты сам себе Там беды порежешь Или ты Хрен его знает Что от этого покемона Нереально Нафиг С первого Бола Вот Наше Кодовое слово Все таки Ребята Подействовало Поэтому Прием 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 Браво 2 На связи Кто слушает Еще один Глэйгер Когда сейчас Нам он нафиг Не нужен Тут будет 150 Глэйгеров Ладно Ребята Всем спасибо За просмотр Всем удачи Всем Пока